Бокертов, мы находимся с вами на 2-й Мишне, 7-й главы трактата Трумот. Итак, говорит Мишна, «Бат Коэн шенисет ли Исраэль ва хакахахла Трума». Дочь Коэна, которая вышла замуж за обычного еврея, а после чего взяла и съела Труму. Мы знаем, что Коэны имеют право есть Труму. Больше никто не имеет права есть Труму. Так у Коэна рождаются не только мальчики, тогда у него рождаются девочки. Эти девочки, они могут есть Труму, так же, как и любой другой член семьи Коэна. Но если эта девочка в итоге решит выйти за еврея, она имеет право. То есть девочка Коэна не обязательно должна выходить за Коэна, может выйти за обычного еврея. Но в момент, как это происходит, она лишается права есть Труму. Так что произошло. Она была дочка Коэна, вышла замуж за обычного еврея, а потом случайно как-то, да, по привычке, привыкла всю жизнь есть Труму. Взяла и съела Труму. Что делать? Как написано в Торе, что если дочь Коэна выйдет за еврея обычного, то она потеряет право есть от святыни, от Трумы. Тем не менее, обычно за Труму, если человек, который посторонний, кушает Труму, он должен выплатить номинал, плюс штраф, как бы пятую часть. Однако здесь она не будет платить пятую часть, только номинал. Почему? Потому что она не совсем посторонняя. Все-таки она дочь Коэна. Как написано, только чужой не имеет права есть. И поэтому, если человек посторонний съест ее случайно, должен добавить, должен ее вернуть, как бы, да, номинал, и еще добавить пятую часть. И отца Зуми наклали. Но это выводит из этого запрета дочку Коэна, потому что она не является чужой, посторонней. Почему? Потому что может сложиться ситуация, что, например, ее муж еврей умер, и тогда она возвращается в дом отца. Как только она вернется в дом отца, она снова может есть труму. То есть в ней есть потенциаль, и есть возможность снова есть труму. Поэтому даже хоть в данный момент ей запрещено есть труму, если же это произойдет, она не должна будет платить пятую часть, только должна будет вернуть то, что съела. Вот конкретно столько, сколько съела. Номинал. И смертная казнь для такой девушки через сожжение. Мы знаем, что написано в Торе, что обычно, что обычно, если, не дай бог, женщина, будучи замужем, изменяет мужу, то есть продается разврату, то обычная женщина, все женщины подлежат смерти. Но какой смерти? Это зависит от того, как раз таки является это девушка из семьи Коэнов или нет. Вот он отключился. Что Тора устанавливает что по какой-то причине женщина, которая развратничает, если она еще и дочь Коэна, то есть Коэна – это самые возвышенные, самые близкие, они служат в храме. И именно Коэнша, девушка Коэнша развратничала, то ее наказание – это сожжение. Вы все помните историю Иуды и Тамар. Тамар была дочкой Коэна, так пишет Тора, то есть от тех времен. Поэтому Иуда приговорил ее именно к сожжению, потому что она забеременела непонятно от кого. Это получается она развратничала. То есть в данном случае мы что говорим? Что если дочка Коэна вышла за обычного еврея и съела труму, она не будет наказана как обычный человек, который съел труму, потому что все-таки в принципе если бы не ее муж, она могла бы есть труму. Она должна вернуть только номинал. Но при этом, если она своему мужу изменит, мы ее тоже казним как дочь Коэна, а не как обычную еврейку. Не через удушение, а через именно сожжение. Но если Нисет Лейхан Микола Пуссулийн, если она вышла замуж за кого-то, за кого она не могла выйти замуж, дочка Коэна, например, вышла за Халаля или за Мамзера. Халаль – это Коэн, который был рожден от запрещенного брака. Например, если Коэн вышел за разведенную, что ему запрещено, и у них родились дети, то дети эти – халалим. Так вот, девочка Коэна, которая вышла, например, или за Мамзера, Такая девушка, она как бы становится халальной навсегда. Это невозможно изменить. То есть, как только она себя связала с Мамзером, она становится, да, она становится, вот превратает статус халаль. И тогда, если она съест труму, теперь она уже стопроцентная чужачка. Хотя она дочка Коэна. То есть, она нанесла себе такой урод, что теперь, если она ест труму, она заплатит и номинал, и пятую часть сверху. Умитата Бехенеки. Если она изменит мужу, мы ее казним не сожжением, а удушением, как обычную еврейку. Хотя она дочь Коэна. Потому что, когда она себя связала узелами брака с человеком, который по факту ей запрещен, она полностью, да, уже получает как бы статус чужой, зора, да, и становится, как обычная женщина, которая изменила своему мужу и подлежит казни через удушение. Во всяком случае, так говорит Раби Мейер, который считает, что дочь Коэна, которая как бы вступила в брак с Мабзером, да, или с Халалем, он так объясняет Пасук. Написано в Торе, а дочь Коэна, которая будет развратничать, то есть он говорит, видите, дочь Коэна, которая будет развратничать, то есть только та, которая может в теории вернуться в дом своего отца, да, но это получается, никогда не может вернуться в дом своего отца. А раз она не может вернуться в дом своего отца, она уже не будет подлежать сожжению. Только та подлежит дочь Коэна сожжению, которая может в теории вернуться в дом своего отца. То есть она вышла замуж за еврея, что можно, дочь Коэна может выйти за еврея и изменила ему. Но мудрецы спорят с Раби Мейером и говорят, нет, зу-везу, неважно. И та, которая вышла за еврея, и та, которая вышла за посульного, за Мабзера, все равно она остается дочкой Коэна. Она всегда будет платить только номинал, она не будет платить пятую часть. Почему? Потому что все равно она не называется чужой. Что бы она ни сделала, с кем бы себя узами брака не связала, считают мудрецы, так как она изначально дочь Коэна, она не будет считаться чужой, и поэтому она должна вернуть только то, что съела. убитата без рейфа, и сожжена она будет всегда за прелюбодеяние, за разврат. Альберт, я извиняюсь, там просят впустить. А, спасибо. Да, да, да. Сейчас. Да. то есть говорят мудрецы, даже если дочка Коэна вышла за Мамзера или она вышла за еврея, неважно, если она изменяет своему мужу, она все равно подлежит сожжению. То есть она не теряет статус дочки Коэна, она всегда подлежит сожжению. А ведь, Арабимейр говорит, нет, в зависимости от того, если она себя так запятнала, что вышла замуж за Мамзера, то она как будто бы вообще становится чужой. Она становится как обычная еврейка и у нее полностью законы, как у обычной еврейки. То есть она будет подлежать смерти через удушение и прочее. Но Аллаха, конечно, как мы знаем, идет по большинству по мудрецам. То есть дочка Коэна остается дочерью Коэна, что бы она ни сделала. Следующая мишнаха, махили, твадавк тани. А что, если человек дал труму своим маленьким детям? Маленькие дети, которые вообще, если они кушают труму, они, ну, свободны от выплаты. Они дети, с них ничего нельзя потребовать. Или дал своим рабам. Или он дал труму поесть своим рабам. Или бэнгтаним. Неважно, взрослым или маленьким рабам. Почему? Потому что у раба нет своих денег, чтобы он мог что-то заплатить. Даже если раб нашел на дороге миллион долларов, эти деньги сразу принадлежат ему хозяину. Поэтому он, по определению, раб ничего не может возместить. У него нет ничего своего. Или ухель трумат хуца на арать. Или человек поел труму за пределами земли Израиля. А мы знаем, что законы трумы за пределами земли Израиля действуют только мидерабанан. По мудрецам. Или же человек, который поел трумы, но съел меньше оливки. Это вообще не называется ахилла. Это не называется съесть что-то. И во всех этих случаях человек платит только керен. Только столько, сколько съел. Но он не платит пятую часть сверху. По причинам, которые мы объяснили. Потому что он либо не съел достаточно, либо это только запрет мудрецов. Либо, как мы сказали, либо это дети, либо это рабы, которые не могут заплатить. Во всех этих случаях нужно просто вернуть то, что съел. И более того, то, что ты возвращаешь, вообще имеет статус хулин, то есть обычной еды. И поэтому мы знаем, что если это имеет статус обычной еды, то коэн может простить. И мрацаа коэль лимхоль мухель. Он может простить, сказать, может мне не возвращать. Мы знаем, что в случае, если человек должен действительно заплатить ташлумин, как положено, выплату, то это святыня. От святыни коэн это ему не принадлежит. Это принадлежит как бы это обязательно нужно вернуть. Но в данном случае, так как это устражение, это и так медрабанат, человек должен возместить, но то, что он возмещает, имеет статус обычной еды, и коэн имеет над этим власть. То есть это обычное имущество, которое ты забрал у коэна. А если ты просто забрал имущество чужого человека, то это вправе того человека простить тебя или нет. Поэтому, говорит следующая мечта, подвести итоги. Подводим итоги и говорим правила. Вот вам правила. Очень просто. Если человек, по закону, съевший труму, обязан вернуть ее номинал плюс пятую часть, это тебе подсказка, что его номинал возвратный является трумой. То есть он святой. И поэтому, если коэн захочет такое простить, он не имеет на это права. Но если человек съел труму и теперь возвращая, должен вернуть только номинал, но без пятой части вдобавок, а то что, минхулин, это для тебя четкий знак, что то, что он возвращает, на самом деле имеет статус обычной еды. И в этом случае коэн, если захочет ему простить, может простить. Чтобы ты не путался и знал, в каких ситуациях коэн имеет власть, может простить, а в каких не имеет власть. А вот интересный кейс. Перед тобой две корзины. Штейк упад. Шельтвуа. Да, зерна. Ахат шельтрума на ахат шельхулит. В одной корзине лежит трума, а в другой корзине лежит обычное зерно. И у тебя упал килограмм трумы в одну из этих корзин. И ты не знаешь, в какую именно у тебя упал килограмм твоей трумы. Тогда действует правило. Очень важное правило, которое мы сейчас будем использовать несколько раз. Ареа не умерле токшельтрума нафла. Мы предполагаем, что твоя трума упала в труму. То есть мы облегчаем. Мы говорим, у тебя была корзина трумы, корзина обычной еды. Ведь если трума пойдет в обычную еду, то все становится запрещенным. Там где-то лежит трума. Если нет пропорции один к ста. Но здесь мы скажем, нет, мы предполагаем в облегчающую сторону, что, скорее всего, твой килограмм упал именно в труму. Есть, мы фаршим, да. Есть, которые объясняют, даже если в самой корзине тоже было больше килограмм. Потому что речь идет про труму дэрабана. А в альбетрума что-то? Потому что мы знаем, что по закону Торы можно разрешить обычную еду, в которую упала трума, только если пропорция один к ста же. Один к ста, да. Но тут еще другое. Вспомните закон. Помните, вы говорили, что по Торе, по Торе на самом деле достаточно большинства. То есть, если у тебя килограмм обычной еды и чуть меньше килограмма трумы, то есть по Торе такая трума битулируется, она обнуляется. Это мудрецы пришли и сказали нам правило, что нет, трума не обнуляется. Чтобы трума обнулилась, необходима пропорция один к ста. Поэтому здесь Харей, они умерли в том, что трума на флах. Но здесь А здесь мы скажем, что она упала в труму. То же самое будет, если у тебя было две корзины. Одна была с чистым зерном, а другая была с нечистым зерном. И у тебя упало что-то нечистое. Мы скажем, что нечистое упало в нечистое, чтобы чистое разрешить. Или у тебя в одной корзине уже была запретная смесь, а в другая была нормальное зерно. И у тебя упала опять трума. Ты скажи, что она упала туда, где у тебя уже была запретная смесь. И вот тебе правило. То есть в любой ситуации, где есть возможность предположить, что одну корзину можно спасти, если бы то, что у тебя упало, упало в другую корзину. И ситуация, что ты не знаешь, куда у тебя упало. То есть это действительно вероятно. 50 на 50. А ну то либа. Мы полагаемся на это правило. Мы облегчаем, говорим, что так оно и произошло. И запрещено, и упало в запрещенное. Но вот тебе ситуация. Если ты изначально не знал, какая из... У тебя две корзины, и ты не знаешь, в одной из них трума, в другой из них обычное зерно. То есть ты уже изначально, у тебя сомнения, даже ничего туда еще пока не упало. В этой ситуации мы говорим, что так как обе корзины являются под сомнением, они уже обе запрещены. Потому что, да, одна из них трума. Они обе запрещены из-за сомнения. Для обычных. То есть не коин их есть не может. Так вот, ты взял одну из этих корзин и съел из нее. Патур. Мы тоже самое правило применим, только уже по-другому. Есть две корзины. В одной трума, в другой нет трумы. И ты не знаешь, в какой трума, в какой нет. Вообще не знаешь. И человек не знал. Подошел и съел одну корзину. Патур. Он должен вернуть то, что съел, но не должен платить пятую часть сверху. Почему? А причем, да, а ко второй мы будем относиться так, как будто бы она трума. То есть мы как скажем? Мы применим это правило и скажем, что скорее всего ты съел ту, которую можно было есть. Да, и поэтому ты должен просто вернуть номинал, но пятую часть ты платить не должен. Но так как мы уже использовали, мы сказали, что это корзина и была обычная, которую ты съел, тогда уже изволи относиться к другой корзине, как к труме. То есть изначально мы не знали, какая из них трума, какая из них обычная. Но когда ты постфактум съел, и мы облегчили, сказали, что ты съел, скорее всего, от обычной, тогда уже ретроактивно скажи, что вторая корзина теперь точно трума. И действительно, относись ко второй корзине, как к труме. И все-таки от второй корзине, хоть ты будешь относиться к ней, как к труме, отдели от нее халу. Потому что возможно, что она все-таки это обычное зерно. Вообще трума, она освобождена от халы. Обычное зерно подлежит отделению халы. Так считал Раби Мейер. Раби Мейер считал, что если у тебя есть корзина, которая под сомнением, ты должен отделять труму лэхумра. То есть мы устражаем и на всякий случай отделяем. Но Раби Йоси с ним спорят, он говорит, нет, слушай, если есть сомнения, ничего отделять не надо, потому что не отделяют к дин трума. Да, потому что не отделяют халу, а только если известно точно, что это хулина, возможно, это трума, и она свободна от отделения халы. То есть Раби Йоси наоборот облегчает. А халь, а хер это шния. Но теперь смотри, у нас было две корзины, если вы еще не запутались, две корзины. В одной трума, в другой обычное зерно. Человек съел. Мы скажем, ты, скорее всего, съел от того, что можно было есть. Просто к другой корзине относимся так, как будто бы она трума. А теперь пришел другой человек и съел эту вторую корзину. Что делать? Он тоже будет по тур. Он тоже должен вернуть только то, что съел. Пятую часть добавлять нельзя. Почему? Потому что мы опять говорим, возможно, тот первый съел трубу, а этот второй как раз таки съел хули, съел обычную еду. Но это только при условии, что один пришел после другого. То есть сначала съел один, потом через час пришел второй и съел от второй. Тогда мы скажем, что как будто бы они оба будут птурим. Они оба освобождены от выплаты пятой части. Ахальхат, это же, но если пришел один человек и за раз съел обе корзины, то есть уже сто процентов, где бы ни была труба, он сто пудово съел трубу, он одновременно съел две корзины. То есть вероятно сто процентов, что он съел трубу. Тогда, конечно же, он платит и Керен, и Хомыш, и номинал, и пятую часть, как Танаши, Бештеген. Но труба, мы скажем, что труба, это та, которая была меньше. Например, одна корзинка была 5 килограмм, а другая корзинка была 15 килограмм. Он обе съел, такой он голодный был. Так вот, мы скажем, что только труба была в той, которая 5 килограмм. То есть он должен возместить 5 килограмм, а не 15. Поэтому продолжает Мишта эту тему и говорит «Нафла ахат мген лето хохолин». Так, «Нафла ахат мген бештега купот лето хохолин». Итак, у нас две корзины и одна из них упала в зерно. То есть, опять-таки, у нас две корзины. У нас две корзины. Мы не знаем, одна из них какая-то труба, одна из них обычное зерно. Какая из них, какая, мы не знаем. И вот теперь одна из этих двух сомнительных корзин упала в ведро с обычным зерном. Что делать? «Эйдамэдамат». Она не превратит то зерно, в которое упало, в запретную смесь. Потому что мы скажем, что, возможно, это была, то есть, в зерно упала та корзина, которая на самом деле была обычной, а не труба. Используем наше правило, что мы облегчаем. Но вторая корзина шния, акупаж шния, но гэгбак и труба. Если ты уже так решил насчет первой корзины, которая упала, изволит ко второй корзине относиться как к трубе. И из-за сомнения все равно, хоть ты относишься к ней как к трубе, все равно отделяет не халу. Опять-таки, так считает Радумейер, потому что он устрожает. А Рабьоси говорит, нет, халу отделять не надо. Он наоборот говорит, если есть сомнения, отделять халу не нужно. Возможно, это труба. Тем более, мы так постановили. Как в прошлом вишне. А если после того, как первая упала, и ты все это сделал, ты сказал, что это первая, которая упала в зерно, она и была нормальной, а та вторая стала трубой. После этого вторая упала в другое зерно. Тоже мы скажем, что она не превратит то другое зерно в запретную смесь. Опять-таки, при условии, что одна упала, сначала упала первая, через час упала вторая. Или через минуту упала вторая. Тогда мы скажем, мы используем этот принцип дважды. То есть, это в любом случае сомнение. И поэтому запретной смеси у тебя не получишь. Мы скажем, что, ну, возможно, первая была на самом деле трубой, а эта вторая как раз-таки есть ведро с обычным зерном, поэтому ничего не случилось. Но вот если они одновременно вместе упали, точнее, даже не одновременно, пусть даже по очереди, мы упали в одну и ту же бочку, у тебя была бочка с обычным зерном, и у тебя было два-две наших корзины. В одной труба, в другой нет. Если они обе упали в это зерно, конечно же, они сделают. Тут уже стопроцентная вероятность, что туда попала труба, и тогда мы там вот, это наша мечта. Они, да, всю смесь запрещенной, опять-таки, при условии, что туда, куда они упали, нету пропорции один к ста. Если пропорция один к ста, то тогда все нормально. Но если пропорции нет, то все становится запрещенным. Единственное, сколько тебе нужно вернуть, мы опять идем шамбиктана. Если у тебя было две корзины, одна 5 килограмм, другая 15 килограмм, и они обе упали в зерно, то мы скажем, что труба была та, которая 5 килограмм. То есть это сколько ты должен вернуть, сколько ты должен добавить в пятую часть и так далее. А вали меш, по сравнению с маленькой корзиной 5 килограммовой была пропорция один к ста, то мы скажем, что никакой смеси не получилось запретной, и тогда все будет разрешено. И говорит следующее мешта, зера это хат мэгэн. Это вообще как-то очень интересная мешта, как раз она перекликается с трактатом гэдарим, который сейчас весь мир учит. Смотрите, что говорит мешта, зера это хат мэгэн. Если ты взял, у тебя две корзины, и ты не знаешь, в какой корзине труба, а в какой корзине обычные зерна. И ты их взял, не съел, ты их посадил, ты взял и посеял себе огород. И теперь ты не знаешь, опа, я вообще что посеял? Патур. Ты освобождешь. Что имеется в виду? Вообще по закону ты не имеешь права сеять трубу. И даже если ты случайно посеял трубу, ты должен будешь все это выкорчевать, перепахать это поле. Все корни выкорчевать. И только тогда ты будешь иметь право засеивать это слово обычным зерном. А если ты этого не сделаешь, то все, что вырастет, является трубой. Но здесь ты не обязан все выкорчевывать. То есть, если у тебя было две корзины, одна из них труба, а другая обычная, и ты взял от одной из них, но ты не знаешь, какой из них ты взял. Точнее, ты изначально не знал, где из них труба, где. И ты посеял. И теперь обычно ты должен выкорчевывать. Здесь, мы скажем, выкорчевывать не надо. И все, что вырастет, будет обычным. Это можно есть. Потому что мы, опять-таки, используем наше правило, что ты взял, что тебе повезло, и ты, когда засеивал, ты взял из той корзины, которая была обычная зерно. Но раз уж ты сказал, что ты взял из корзины, где было обычное зерно, тогда автоматически второе зерно, к нему уже относись, как к трубе. Но отделяя от нее халу, на всякий случай, говорит Раби Мэйр, потому что он стражает, а Рабь Йосик говорит, не отделяя от нее халу. Опять-таки, как мы объяснили, потому что, возможно, это труба, труба свободна от халы. Зара, ахер, это ж не я. Но если пришел второй человек, засунул руку во второе ведро и посеял в своем огороде, то есть теперь уже ты, ты всю эту операцию проделал, сказал, что, наверное, я взял из обычного, а второе труба, подошел второй человек, взял из этого, что ты сказал, второе труба и посеял себе в огороде, он тоже будет свободен от выкорчевывания, потому что, возможно, это тот первый на самом деле взял из трубы, а этот второй взял из обычного. Зара, но если один человек взял и засеял из обеих ведер, то есть вероятность уже 100%, бедамарши заро кала, вот тогда мы скажем такую вещь, что если речь идет про такие культуры, зерно которого разлагается в земле, очень интересно, это как раз таки вот это перекликается с недарим, если человек запретил себе персики, то может ли он, да, говорит, вот эти персики мне запрещены, а потом взяли эти персики, достали из них косточки и посадили в землю, и выросло персиковое дерево, может ли он есть персики этого персикового дерева, которое выросло из персика, который ему запрещен. Это как раз таки наша мишна. Так приводит там Талмуд, нашу мишну в доказательство, что смотрите, все зависит от самого зерна. Если зерно в процессе прорастания разрушается, разлагается, как, например, пшеница, или как, например, ячмень, то есть ты бросаешь его в землю, он гниет сначала, а потом оттуда прорастает новый стебель. Тогда можно, потому что как бы в том, что прорастает, нету ничего от того, что ты бросил, от запрещенного зерна. Но если сохраняется изначальное зерно, когда зерно не разрушается, тогда ассур, тогда это будет запрещено, как, например, с луком или с чесноком, тогда головка лука и чеснока, она маленькая, она как бы сохраняется, и от нее еще нарастают листья, от нее прорастают еще луковицы. Тогда мы не скажем, что большинство отменяет меньшинство. Почему? Потому что если меньшинство является источником, то есть оно как бы ключевое, то оно не отменяется. Есть такое правило. Да, вот, кстати, почему сыры не кошерные? Кто-то из вас знает, почему сыр не кошерный? Сыр делается из молока, молоко из коровы. Почему сыр не кошерный? Почему нельзя зайти в магазин и купить себе сыр? Да, потому что сыр делают при помощи сычужного фермента. Это сычугу, это в таком, его выдерживают в таком желудке, бешке, да, который животного происхождения. Ну, хорошо, ну, ладно, но он там добавил это одна тысячная, это вообще на вкус никак не отражается. По законам кашрута 1 к 60, это должно было быть бы разрешено, можно бы любой сыр было бы кушать, но нет. Отменяется 1 к 60, как и здесь, только в том случае, если то, это является как бы не ключевым ингредиентом, а если это является, это то, что делает сыр, это является ключевой вещью, тогда даже если это ключевая вещь, это добавка пищевая, она в своей пропорции меньше, чем 1 к 60, все равно она делает результат запрещенным. И поэтому правило такое, что если из твоего зерна, трубы, что-то выросло, ты сможешь это есть только в том случае, если зерно разлагается, если же зерно сохраняется, то все, что выросло, тоже будет являться трубой. Шкоях, Мазалтав. Мы с вами закончили седьмую главу, шесть мечтает, баруха шем, давайте на восьмой главе, скажем, с вами лейлу нишмат, сегодняшние мечтает, у нас были возвышения души, шем иосиф хасанэ бен садок, олег бен шалом, шем бит-ай мд-рау, ван бит-хада, бед-ахм, бед-автали, херцка, ребек бит-акива, ан-дав-дави, таоби, авра, бит-יосеф, бит-амара, ави, мори, рапаэль, бит-иосеф, ан-дав-ланд, бит-амара, акима, бит-ар-од, бит-ре-бит-а-га, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...